Это весьма специфическая и непростой работой занялись сами дайверы и совместно с сотрудниками Рязанского музея военной и автомобильной техники восстанавливают раритет. За этот труд они не получат ни денег, ни наград. Личный энтузиазм и патриотический долг – вот что движет группы людей, в руках которых сегодня судьба легендарного автомобиля. Этот автомобиль, который мы сейчас реконструируем, был поднят непосредственно с дороги жизни через Ладожское озеро. И за ним за рулем сидел чей-то, наверное, дед. Остался он жив или не остался. Мы пока исторически не выяснили еще. Есть номер двигателя, есть номер шасси. Пытаемся найти того человека. Знаем общие списки. Но то, что он шел в сторону Ленинграда и провалился под лед с грузом каким-то, это мы точно достоверно знаем. Из этого рождается легенда. Вся машина сегодня полностью в разобранном состоянии. Скрупулезная работа. Абсолютно каждая деталь будет отреставрирована и доведена до состояния технически пригодного для монтажа. Автомобиль пролежал под водой более 70 лет. Представляете, да? И произошли определенные химические и физические процессы. И, значит, когда мы достали его и попробовали чугун, из которого сделан двигатель, он резался ножом. Чугун резался ножом. А из чугуна сделан двигатель, коробка передач и так далее. И поэтому должны пройти обратные процессы физические по насыщению кислородом чугуна. И только после определенного времени можно приступать к каким-то работам. Кроме финансовых приходится преодолевать множество других трудностей. Что такое автомобиль 1937 года выпуска? Представить сложно. И найти одну запчасть становится порой задачей не из легких. Главная сложность реставрации такой вот машины, которая пролежала 70 лет на дне Лазарьского озера – вернуть металлу первоначальную внешний вид. Очистить, отдраить, затем покрасить. И вот, чтобы уже на выходе деталь имела вот такой вид. Например, за подшипником пусковой рукоятки пришлось ехать в Ленинградскую область. Без этой невзрачной на первый взгляд и небольшой детали не заведется двигатель, и передний мост будет не к чему крепить. Помогли ее достать в деревне Кабона, которую в войну называли «восточными воротами дороги жизни». Именно отсюда когда-то по неокрепшему льду отправился в сторону Ленинграда и этот автомобиль. В блокадный город на одной такой машине можно было увезти лишь полторы тонны продуктов, вывезти с обратным рейса, максимум 10 человек. 36 километров льда, который трещит и проваливается, бомбы рвутся, а у тебя машина чуть сложнее велосипеда. И в таких условиях люди делали по несколько рейсов в сутки. За время войны ушло под лед Ладоги более тысячи таких полуторок. Вот, посмотрите, вот это следующее наше, значит, то, что мы будем делать, это заднее прицепное устройство. Вот видите, что, в каком оно состоянии. На сегодняшний день собрали и полностью отреставрировали шасси, ходовую часть и частично кузов. Кстати, кузов был выполнен из дерева, и после нескольких десятилетий под водой от него остались лишь брус и несколько дощечек. Ну, дерево, сами понимаете, под водой, 70 лет, из всего того количества дерева на кузове сохранилось только один брус и три дощечки по-нормальному. Вот мы их в элементы кузова, мы их будем монтировать, и это будет кузов с историей, как в целом и автомобиль. Над реставрированным машином, свидетельство о блокадной эпохе, далеко идущие планы. Она станет не только экспонатом музея, но и будет принимать участие в парадах. А еще реставраторы надеются попасть на ней на дорогу жизни и дать раритетному автомобилю шанс участвовать в реконструкции событий блокадного Ленинграда. На чем ездили, как работали, как возили снаряды, как возили патроны, как возили макароны, хлеб в осажденный город, где люди гибли. Вот такая задача наша.